Это просто полная копия. Цивика, стилевая тачка продается по миру, а давайте с ней что-нибудь возьмем. Реально низ кнопки, как нам перевернуть авторынок. Они только анонсируют тачку, сразу десятки тысяч продаж. Можно купить на Алиэкспрессе. Цена разнится на полмиллиона рублей. Есть какие-то скрипы, вот здесь вот они были. Китайцы вообще все. Ребята, привет! Долгожданное вами и нами видео из салона Чанган. Кто такие Чанган? Это китайская компания, которая занимает четвертое место по продажам. Все, дополнительные комментарии излишни, потому что быть на четвертом месте в Китае, это просто... Они очень крутые. Они делают крутые дизайны, крутые тачки, делают крутые гибриды. В общем, их машины не только ценятся в Китае, а еще и на нашем родном российском рынке, потому что Чанган занимает плотную позицию, продается официально. И я думаю, вы интересовались, если вы смотрите это видео, каким-либо краем вас китайские машины зацепили, вы где-то их смотрели там на drominoauto.ru. И я думаю, вы уже знаете такие модели от Чангана, как Unikey, Unite, Atlas, KS, Univy. Не так распространены еще, но это дело времени. Вот, в общем, интересные автомобили есть у этой компании, интересные технологии. Сейчас мы посмотрим самые топовые, которые известны в России. И посмотрим то, чего еще нет. Тут, допустим, КС-75 23-го года, который вот-вот только свеженький. Продавец подбегает и говорит, ребята, у меня вот такой вот 75-й плюс, забирайте прямо сейчас. Мы такие, окей, сейчас посмотрим. И стоит рядом предыдущий, который продается и у нас. То есть, свежего, рестайл еще в России нет. А в этом видео он будет. Будут цены названы в юанях. Я буду говорить цены на июль 2023 года. Когда вы будете смотреть это видео, 100% цены будут какие-то другие. Виды курсов валют и прочее. Но внизу будет контакт менеджера, у которого вы можете уточнить любую цену на любой этот автомобиль. Пошли. Здесь не все модели представлены. От Чангана. Здесь я знаю то, что не будет атласов, но будут другие модели. Вот смотрите, Univy. По мне, так это Honda Civic. Продается в России официально. Здесь моторашка, турбо, 181 сила на роботе. Передний привод. Полноприводных не бывает. Это просто полная копия Civic. Потому что Civic это все равно, это легенда. Она до сих пор продается, переиздается в новых рестайлингах, в новых кузовах. Илюх, подходи, давай посмотрим, что у нас здесь. То есть это лифтбэк. Такое, это они просто заряжают аккумулятор. Здесь нет гибридных технологий, пока нет электричества. Univy IDD. Так, давайте посмотрим, что у нас прячется. Не откроется? Да, он у нас отключен. И вероятнее всего он не запустится. Никаким образом. Да. Сидушка не работает. Давайте просто посмотрим. Вот такой вот руль. Что-то между Tesla и Classic. Такой селектор. Ничего не работает. Потому что машина на зарядке. Вот. Быстрая беспроводная зарядка. Здесь панорама. А я хочу открыть и посмотреть, как сзади сразу же. Вот мониторы. Ну, в общем, если вы смотрели Чанган, то... А, кстати говоря, вот здесь вот эти вот кнопки очень интересно сделаны. То есть, ну, прям это очень стильно. Здесь такие, как бы, прямые углы. Везде стиль дверных карт. Оранжевый с черным. Лакированный пластик, черные ручки. Посмотрите, как сделаны. Ну, то есть, это прям очень стильно. Я не знаю. Я в России их не смотрел. Я, можно сказать, вообще вот так вот взаимодействую с машиной. Впервые здесь, в Китае. Я их только видел в интернете. Вживую, в Владивостоке, у нас ее либо не замечал. Большая панорама. Вот, ковшеобразное сидение сзади. Ну, ничего такого. То есть, обычный лифтбэк. Ребята, смотрите, теперь цены. Эта машина стартует от 144 тысяч юаней до 159 тысяч юаней. Ну, это какие-то опции. Там, крыша вообще вроде бы идет у всех. То есть, какие-то опции надо смотреть вот здесь вот. В общем, возьмем то, что она стоит 150 тысяч юаней. То есть, это миллион шестьсот пятьдесят. Здесь она стоит в Китае. Плюс ее доставить и растаможить. Цена начинается от двух двести на полмиллиона ниже, чем ее продают в России. Ну, как? Хороший ценник надо брать. Поэтому, если вы фанат Цивика и хотите себе Цивик на мониторах, на панораме, это ЮНИВИ. Итак, хит-продаж. Смотрите. Это ЮНИТЕ. Эта машина официально не продается. Но, но серый дилер ее завозят и она есть. Это очень популярная машина. У них вариации какие? У них полторашка на 180 сил. Раньше была. Это как бы там до 21 года. С 21 года у них обновили мотор. Стало 188 сил. И у них появилась двухлитровая версия на 232 лошади. Соответственно, турбо. Так, ну вот, ставим самые дешевые. И год ставим 23. То есть, нас интересует новое авто, потому что мы смотрим салон и говорим о ценах новых. 2,850, 2,930. Ну, в общем, грубо говоря, там 2,903 миллиона. Вот, для меня это СИИ ЧАР. На максималку? Да, здесь работает. Сейчас мы запустим мониторы. То есть, это СИИ ЧАР. По мне так очень похоже. И у тебя развернута торпеда. Я думаю, не, я серьезно думаю, что идея взята. Китайцы этим вообще не брезгуют. То есть, они смотрят, стилевая тачка продается по миру. А давайте с ней что-нибудь возьмем. Вот, и они с ней взяли все. Та-да! Ничего не запускается. К сожалению, мы не посмотрим. Окей. Если вы первый раз видите эту машину, она выглядит вот так. Посмотрите, вот два огромных монитора. Вообще, ручка. В общем, самолетные технологии. Мне дизайн нравится. Тоже панорама. Черный потолок. Ковшообразные сидения. Все качественные материалы. Ничего, никаких нету зазоров. Я вот так вот сейчас пробую. Драйв мод. Ну, ничего. Ну, вот бардачок даже. Ну, все классно собрано. Как и у других брендов. Даже более дорогих. Таких, как, допустим, BID, которые делают гип-ты в электричке. Ну, CHR. Ну, просто CHR раздутый. Такой вот тут вот кемпинг. Задний, ничего, обычный кроссовер. Реально, низ кнопки. Первый раз видим за вот сколько дней мы здесь. Первый раз вижу машину без электропривода. Окей. Запомнили, да, то, что она стоит 2 900... 2 900-3 миллиона рублей. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Та-дам! Она стоит самые максимальные. Это 113 тысячи юаней до 133 тысячи юаней. То есть, это вот двухлитровая версия. Будет. Так, но здесь у нас представлена только полторашка. Почему-то двушку они не указали. Окей, цена, значит, за полторашку. Ну, возьмем среднюю. То, что она там стоит 120. То есть, возьмем там посередине 120. То есть, она стоит где-то 100 миллион 350. Она стоит здесь. Плюс доставить ее до границы. Растаможить. Полный пакет документов. Все растаможенное в России. Она будет стоить примерно... Давайте возьмем максималку даже. Полтора миллиона рублей она стоит здесь. Растаможить где-то 2300. 2400. Она будет стоять растаможенной в России. За максимальную версию. То есть, цена опять на полмиллиона. Вот в таких вот как бы массовых кроссоверах цена разнится на полмиллиона рублей. Ребята, идем далее. Смотрите, это хитяра просто Юникей, который уже достаточно-таки давненько, если не ошибаюсь, с 21 года продается в России. Смотрите. Автомобиль, который у нас в России, он идет только на 2 литрах. 232 лошади. Идет на автомате передний привод, либо полный привод. Здесь это стоит версия. Конкретно вот этот автомобиль. Он гибридный. И смотрите, что они сделали. Они сделали полторашку турбо. 170 лошадей. На автомате. Передний привод. Она заряжаемая. То есть, она печь. На ней можно кататься. У нее емкость батареи 30.7 киловатт-часов. И мощность гибридной установки 85 киловатт. Вау. Это... Ну, я сразу же... Моя голова сразу же сравнить с японцами. И, ну, первое то, что PHV только есть у... Кого у нас можно подзаряжать? Outlander. Кого еще илю? А вроде бы никого. Все остальные просто обычные гибриды. То есть, там игра под капотом сама идет. А вот проехать на электротяге у нас, кроме Outlander, никто не может. Так. Опять же. Я вижу вкусную цену. Но давайте все-таки глянем, что это за машина. Так. Ручки спрятаны. От перемерзания. О! Такие ручки мы много где видели. Допустим, модель Li. А вчера в BID много видели. Так. А вот эта малышка у нас запустится. Так. А, ну, нет ключей. Поэтому она не запустится. Так. А что у нас тут? У нас тут быстрая зарядка. Два подстаканника. Там 360 камеры. Вот. Вот такой, блин, селектор. И просто крутой. Смотрите. Еще, знаете, что... Вот чем меня покупают китайцы уже какой день? Я уже убрал стереотип про то, что китайцы какие-то не такие, не умеют собирать тачки. Это все сырое. Это все в первый день убрал. Вот. Сейчас мысли какие? Смотрите. Вот когда ты садишься вот в такой салон, и... Ты взаимодействуешь с машиной вот с таким рулем, с такими кнопками, с такими дисплеями. Здесь их три на меня смотрит. У тебя панорамная крыша, у тебя камеры, у тебя музыка Sony, у тебя вот такой селектор, как будто ты... Ну, это джойстик прям. Ты взаимодействуешь с машиной каждый день. Ты вот в таком кайфе. То есть ты не взаимодействуешь там с решеткой. Ты подходишь, посмотрел на решетку, вау, кайфанул. Там отходишь от тачки, да, посмотрел, обдумался, кайфанул. Ты взаимодействуешь вот с этим всем. Поэтому они покупают, подкупают своего пользователя тем, что у них все здесь вообще на уровне. То есть они собрали лучших ребят в мире, которые подумали, давайте сделаем, чтобы пользователь кайфовал. Сделали, пользователь кайфует просто. Они только анонсируют тачку, сразу десятки тысяч продаж. Любой модели. Просто. Они, знаете, по-моему, когда был ковид, они, короче, они сидели у себя по домам и прямо, знаете, идеальный мозг, что он, ты не отвлекаешься ни на что, ни на гулянке, вообще ни на что. Они вот так вот сидели и думали, как нам перевернуть авторынок. Получилось. Получилось. Сзади. Кстати, мы купили вот такого же. В темно-сером цвете, но только 2 литра. 2 литра. Полный привод. Новый, 23-го года. Сейчас идет в Россию. Просто продадим его по минимальной цене. По минимальной цене. Потому что там покупали RX, покупали японцев. Все как-то, знаете. Конкурировать с ребятами, которые завезли того же RX в подбитом состоянии. Они подкрасили, что-то подделали. И его продают там ниже тебя, там на 200, на 300 тысяч. Ну, там, ну, просто. Я не знаю, как вообще люди, которые покупают машины и продают их в наличии. Я вообще не знаю, как они выживают на рынке. Потому что практически, ну, там что-то заработать, когда у тебя несколько страниц Lexus. Я вообще не знаю, как люди занимаются этим бизнесом. То есть, ну, отсюда и берутся битые автомобили, продающиеся без аукционных листов. Так, ну, смотрите. Для гибрида у него, ну, там, достаточно-таки большой багажник. Есть отделы. 85 киловатт, напоминаю. Так, с кнопки. Это победа. У нас тут зарядка. У нас, смотрите, здесь и быстрая зарядка, и медленная. То есть, вы можете быстро набивать свою батарею на 30 киловатт-часов с быстрой зарядки. То есть, вот такой кемпинговый набор стоит между этих двух автомобилей, которые показывают, что, в общем, эти машины готовы вас вывести на вид отдыха. Кстати говоря, в Азии у меня инстаграм весь пестрит. Японцы, которые любят кемпинг, они вот такие вот, у них всякие печечки, они жарят на них мясо. То есть, у них вообще культура кемпинга в Китае, в Японии, в Корее. Она очень высокая. Самые крутые там какие-то палатки, стулья делают. Китайцы вообще все. Ну, то есть, они весь кемпинг сейчас можно купить на Алиэкспрессе. Ладно, что мы отвлеклись от темы. В общем, если вам вот это вот все надо, покупайте на Алиэкспрессе. Потому что китайцы делают вообще просто сумасшедшие стулья. И я вообще забыл про топовых производителей, не буду их называть, которые раньше делали палатки. Просто китайцы сейчас делают палатки-зонтики. Ты вытаскиваешь, вытягиваешь две веревки, у тебя встает палатка. Одна минута ставится. Одна минута. Машина стоит 182 тысячи-198 тысяч юаней. То есть, она, грубо говоря, 2,50 миллиона рублей она стоит здесь. Плюс ее доставить до таможенного союза, растаможить. То есть, она будет стоить ближе к 3 миллионам рублей. Будет стоить вот такая вот версия. Они стартуют. Двушки, полторашек вообще нет. То есть, ну, если двушка стартует минимум сейчас 3-490. Сейчас на Дроме самое минимальное объявление. Это 23-й год с пробегом 1 тысяча написано новым. Но у тачки 1000 пробег. То есть, она уже не новая. Ну, то есть, вообще, вот реальная цена, по которой можно купить там Юникей. Двушка бензин. То есть, ну, сейчас, наверное, где-то 3 600-3 700. То есть, ну, они вот заходят там в 3 миллиона рублей. Это гибрид. Если брать бензиновый вариант 2 литра. То есть, они где-то будут там 3 миллиона рублей. Тоже старт. Там, опять же, это будет передний привод. Полный привод где-то будет там 3 300. Это, я вам говорю, цены на июль 2023 года. Актуальные цены. Когда вы смотрите это видео, запрашивайте цены. Если вам интересна эта тачка, запрашивайте по контактам. Ниже получите актуальную. Так, ребята, заходим во второй зал. Посмотрите, здесь у нас автомобили, которые... Которые очень нравятся россиянам. Это КС-75. Так, смотрите. Это предыдущая версия. То есть, она выпускалась до 2023 года. И рядышком стоит 75-й уже обновленный в рестайлинге. Его еще нету в России. КС-75. Идут на моторе 1,8 литра. По 150 лошадей. Так, давайте посмотрим спецификацию. Тут только полторашки. Здесь двушки нету. Так, у нас здесь идет 7-ступенчатый. Так, а что у нас здесь? У нас идет здесь АКПП. Не робот. Потому что роботы у Чингана только на полторашки. Такие вот идут технические паспорта на каждый автомобиль. Так, смотрите. Здесь в России есть еще полноприводная версия. Здесь тоже есть полный привод. Давайте посмотрим, что внутри. Здесь у нас, видите, там, мониторчик. Как у кого? Как у Мерседесика. Не запустится. Ну да, ключей нету. Видите, у каждого салона какие-то тачки подключены. Полное взаимодействие с машиной. Здесь эти машины, потому что они выкатываются, закатываются. То есть они прям продаются. То есть это не просто вкопанные навечно машины, которые там стоят, условно говоря, там типа 8 месяцев в год. Уже вот человек заходит, ему нравится конкретно эта машина. Парень предлагает на нее скидочку и тачка уезжает. Ну что? Это одна из самых популярных машин в России. И неудивительно, кроссовер достаточно-таки габаритный. На люке панорамы нету. Светлый потолок. Такие вот дисплеи. Но все равно по сравнению с тем, то что мы видели за несколько дней, его даже вот его собраты по производителю, Чанган. Вот здесь оригинальные стрелки. В общем, как-то даже ты немножечко попал в прошлое. Самая база стоит 87 тысяч. Миллион рублей. Там миллион шестьсот. Миллион семьсот. Он растаможенный на границе. Как вам цена? Просто прекрасно. И самая топлая версия. Там на полном приводе она будет стоить миллион двести. Ну и там где-то миллион восемьсот. Будет стоить растаможенная в России. Просто. Цена. Ну, машина дорестайлова. Так, ребята. И сосед. У него это КС-75+. Обновленная версия. То есть у нее все другое. Тут вот добавлены такие вот всякие элементы. Вот здесь вот стеклышко по-другому оформлено. Черные рейлинги. В общем, стилевая машина. Давайте посмотрим. Спереди уже решетка. Стилевее, чем у дореста. Фары. Ну, то есть такой достаточно-таки крупногабаритный кроссовер. Больше, чем предыдущая версия. Ну, здесь у нас все от... Там то, что мы видели в Юни-Т, в Юни-Кей. Здесь такая коричнево-красная кожа. Та, которая сейчас вот в BMW активно используется. Там все везде. Вот такие вот селекторы. Используется. Ладно, не буду. Потому что он на таком шарике сделан. Не буду говорить, что это люфт. Кнопочки. Такие лепесточки. Ну, вроде не должны сломаться. Вот такая вот барашек. Ну, никто. Ничего не... Ничего не люфти для вас. Проверяю. Так, быстрая зарядка. Ну, в общем, что? Как всегда комфортно. Здесь панорама, люк. Люк здоровенный на полкрыши. Так. Ну, руль тоже взят с предыдущих его собратьев, которых мы видели. Ну, все нормально. Так. Ковши сразу сзади. Очень хорошо видно. Просто садишься, когда спереди. Уже просто для тебя это норма. Ковши везде. Садишься в лифтбэка Юни-Ви. Ковши там. В кроссоверы ковши. Садишься в электрички ковши. Садишься в какие-то хип-хи там. Зикры, везде ковши. Ну, то есть, китайцы конкретно на спорте. Ну, кстати говоря, они же, ну, такие, как бы, ну, не в теле в основном. То есть, ну, встретить полного китайца, ну, достаточно-таки сложно. А вот, если вы крупногабаритный россиянин, ну, вам прям еще, знаете, желательно пойти посидеть в тачку. Потому что, как бы, вы можете просто спиной не залезть. То есть, вы будете, ну, как бы, некомфортно себя чувствовать. Вам будут вот эти вот боковые штуки. Боковая поддержка спины. Как бы, ну, давить вам. Поэтому седулю обязательно примерить. Так, смотрите. Вот стенд с ценами. И вот... Вот стенд с ценами. Полторашка на верхнем ряду. 185 сил. Турбо. Передний привод. У Плюса нету полного привода. И ниже двухлитровые царские версии на 229 лошадей. Все турбо. Тут везде турбины. Тут встретить атмосферный мотор. Ну, я не знаю. Но везде турбины. Берут моду с кого? С европейцев. Так. Окей. Давайте начнем с цен. 124 тысячи юаня. То есть, миллион четыреста. Эта машина там на переднем приводе. В самой простой комплектации. Будет стоить здесь, в Китае. Плюс ее доставить. Плюс ее растаможить на... Миллион четыреста. Ну, где-то два двести, два триста. Она будет стоить растаможенная в России. Все готово к постановке на учет. Но топовая версия. То есть, полтора миллиона. Где-то уже там два четыреста. Ближе к двум пятиста. Топовая версия на полуторалитровом моторе. Так. Ну, и возьмем топовую двушку. Там где-то миллион шестьсот пятьдесят. Она стоит здесь. И где-то там два пятьсот, два шестьсот. Она будет стоить в России растаможенная. Можно ставить на учет. Так. И вот такой у нас аппарат. Это КС-35+. Я все не могу понять, на кого ты похож. Кто ты? Кто ты? Давайте посмотрим. Как он выглядит. Ну, симпатичный кроссовер. Высокий. Такой взбитый. РАВЧИК, а? Ну да. РАВЧИК. Смотрите. Машина у нас идет на моторе 1.6. Это одна из версий. Это атмосферка на 128 лошадей. И идет 1.4 версия на 158 лошадей. Там у нас на турбине. Так. Все это идет на 7-ступенчатом роботе. Передний привод. Полного привода нет. Так. Давайте посмотрим. А здесь у нас мониторы. Так. Ключа по традиции нет. Вот такой вот селектор. Ну, то есть видно, что здесь вот уже побюджетнее все сделано. Но мониторы покупают. Здесь у нас панорама. Наполовину крыши открывающийся люк. Все собрано. Качественно. Качественно. Все. Я ни в одной машине не нашел. Вот за все дни я не нашел хлипкого элемента. Черно-красная кожа. Все стилевенько. Друзья. Ну что? Я надеюсь, вы сидите. Потому что эта машина в базовой комплектации стоит 69 тысяч юаней. И самая дорогая в комплектации 1.6. 109 тысяч юаней. То есть смотрите. В России они стоят 2.300. Вот. Такие на 1.4 моторе. Передний привод робот. Итак. Смотрите. Самая базовая. Вот я прям на калькуляторе сейчас. Сколько? 69. Это еще и скидочку возможно дадут. Но немного. Так. Множим на 12. 828 тысяч. Машина. Это самый старт. Ну и так. Довести ее. Там. Растаможить. Это самое базовое. Это самое базовое. Окей. Возьмем даже то, что она стоит. Там. Ну ладно. Возьмем. Что она стоит. Вот возьмем максималку. Даже 1.6. Которые стоят подороже. Там. Где-то там. Умножить на 12. Миллион 320. Ну там. Завести ее. Миллион 800. Миллион 800. Это 1.6. Это самое топовое. Миллион 800. КС-35+. Что скажете? Имеет смысл подождать месяц-два. Вот такой бюджетный. В подарок. Дочке, жене. Там. Не знаю. Себе взять. И немножко поездить на арендованной тачке. Либо на такси. Я думаю. Имеет. Разница просто колоссальная. Минимум полмиллиона на чинганах. Это очень популярная машина. Ими интересуются. Их ищут. Их покупают. Поэтому Китай еще только-только заходит. Поэтому все, что в наличии. Привезти из Китая. Сотни тысяч рублей разница. Потому что вот в Японии. Ты берешь японскую машину. Она с аукциона. Ее привезти из Японии. То есть. Она в России стоит таких же денег, как с аукциона. Есть даже дешевле привезенные с аукциона. Ну там. Их история. Не будем сейчас разбираться. И есть дороже. То есть. Ну там прям, прям некоторые экземпляры лучше купить в России. Это я вам говорю, как продавец авто под заказ. Реально лучше. Ну дешевле, целесообразнее. Интересные варианты продаются в России. Без пробега. Привезенные уже. Даже с наценкой этого продавца. Но в этих машинах всегда сотни тысяч рублей вы сэкономите, если вы закажете из Китая. Таков рынок. 23-й год. Он, видите, полон сюрпризов. Ребята, посмотрите, какой седан. Это Чанган Ида. Такая вот машина. Это Lexus ES. Форм-фактор. Форм-фактор. Я просто нашел на сайте Чангана в России. Их нет даже на дроме. Не то, что в каталоге. Даже нету в продаваемых. Не откроется. А, это вообще парктроника. Как ты открываешься? Ладно. Наставим, может быть, и салон. Так, сполерочек. Все. Это топовая версия на 18-й колесах. Видите, тут сполерок из углепластика. В общем, как-то вот так вот стильно выглядит. Ну, согласитесь, это вот Camry. Так, а что у нас по техничке? Смотрите, они только на полторашке. Они только на полторашке. 185 сил. Робот. Передний привод. Ну, в принципе, все. Ну, соответственно, полторашка турбо. О, открылась. Давайте посмотрим, что у нас внутри. А внутри у нас вот такой монитор, который мы не видели нигде. Ну, в общем, это топовая машина 23-го года. Самая свеженькая. Две зарядки. Там три кнопки физические. То есть, это парковка, аварийка и стояночный тормоз. Такой вот руль. Опять же, у нас в стиле ЮНИТ-Т. Так, ничего. Ну, мониторы там. Это андроид стопудово будет. У нас панорама, люк на пол крыши, светлый потолок, к сожалению. Почему не черный? Вот. В общем, тут датчики, которые следят, наверное, за усталостью пассажира. Вообще, каких-то российских описаний нету. Только появилась техничка в сети. То есть, это прям новая машина. Вот у нас 75-й плюс, новый апрельский 23-го года. И вот эта Ида. Сейчас я вам скажу, цены. И вы просто обалдеете. Так, кожа, синяя строчка. Так, это у нас ковры. Интересно, подогрева, продува есть тоже. Ковши, спортивные, все, подголовники. Вообще, просто топовая машина. В общем, материалы какие, ничего не... Ну, вот. Ну, что? Ну, ладно. Ну, ладно. Есть какие-то скрипы. Вот здесь вот они были. Нашел. 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 Ну, ручка пластиковая. Я вам сейчас скажу цену. То, что вы, вот этот сверчок, вы вообще даже... Кстати, он проскрипелся и все. И больше не скрипел. Смотрите, давайте посмотрим. Цены. 87 тысячи юаней это старт. И самая дорогая 107. Ну, вот это вот самая дорогая. На 18 колесах 107 тысячи юаней. То есть, она стоит 1 200 000 здесь. И привезти ее в Россию. Там, 1 800 000 самый старт. Ну, как? За 1 800 000 Lexus ES возьмешь? Не возьмешь. Camry возьмешь? Ну, наверное, возьмешь, да? 70-ую такую самую пустую. Возьмешь. Ну, у тебя новая тачка 23-го года. В топовой комплектации. На роботе. Полторашка, 185 сил. Турбина. Ну, как бы уже выбирать. Думаю, будут популярны в России. Потому что Univy продается. Популярен. И я думаю, Ида тоже зайдет на российский рынок. Начнут серые дилеры возить. Начнем возить мы. Давайте посмотрим вообще, что у нас стоит на улице. Здесь у нас стоит. Идет дождик. Небольшой. Это уже норма. Мы тут уже вообще не обращаем внимания. Это КС 55+. Там закрыт. Новенький стоит. 55+. Вот такой красавчик. Тоже машина популярная в России. В топе продаж. У официалов. В темно-сером цвете. Она стоит 113 тысяч юаней. И мне еще подходит и говорит, я тебе сделаю скидку 14 тысяч юаней. А 14 тысяч юаней это у нас 155-160 тысяч рублей. В общем, эта машина выходит миллион рублей здесь. Миллион рублей. Ну и завести ее там миллион восемьсот миллион девятьсот. Новая 23 года от дилера. И мы еще можем по Китаю находить лучшую цену. Потому что вот опять же, да, стоял там Юни Кей. Он продается по цене. Я это говорю ранее. То есть он продается по цене официала. Мы нашли дешевле. Это новая машина. Поэтому вот есть цена офика. И есть цены еще по Китаю. Я не знаю, как они делают скидки. В общем, можно еще договориться. Они там, у них же есть еще возвратный НДС. В общем, там целая катавасия. И они могут делать цену ниже, чем она написана на прайсах. Поэтому обязательно уточняйте. Если у вас какая-то машина заинтересовала, уточняйте по контактам ниже. Какая на данный момент актуальная цена. Так. Видели подобный экземпляр внутри. Ну просто как выглядит. Вот смотрите, полностью такой весь в отсутствии хромовых деталей. Так. Это у нас... Это 75-й. Если я не ошибаюсь. Да. 75-й КС. Плюс. Такой на красной коже. Это новый. Обновленный. Рестайловый. Здесь вот. Юни-Т. Это чья-то машина. На номерах. Это все, наверное, ребят, которые здесь работают. Вот, посмотрите еще. Какие красавчики визуально. Как делают. Это все Юни-Ви. На рыжей коже. С черной. Здесь тоже. Черная с рыжей. Очень крутые тачки. До 2 миллионов. Купить вот такой аппарат. Просто вау. Юни-Т. И красавчик. Вот такой в голубом цвете. Юни-Кей. То есть, это Lexus RX. Высокий. Высокий. Красивый. Стильный. Друзья. К сожалению. В этом салоне не оказалось других моделей Чингана. Например. КС-95. Я хотел посмотреть. Это кроссовер чуть-чуть больше. ЧМ-75. У него там 2-х литровый мотор. Лошадей 200+. К сожалению. Здесь не оказалось его. Смотрите. Если вам интересны те модели. Которые не от Чингана. Которые не попали в это видео. Напишите внизу на номер ватсап. Интересует такая машина. Мы вам предоставим фото, видео, цены, сроки. Сколько это будет стоить в России. Привезти, растаможить. В общем. Все расскажем. Как ожидать. Как платить. В общем. Все просто. Ребят. Напишите внизу в комментарии, пожалуйста. Что думаете про китайцев? Вот. Я потому что смотрю вот таким глазами. А, мониторы. Все это не люфтит. Какие материалы. Там. Акустика Sony. Ну, прям все круто. Выглядит очень хорошо. Ты не думаешь о каких-то проблемах. То есть, ты смотришь на эту машину. И, ну, прям восторг. Напишите в ваши комментарии. Что думаете про китайцев? Ваш опыт, если он есть. Возможно, вы тестили китайцев. Несколько брендов. И у вас уже опыт. И вы остановились на самом лучшем бренде из Китая. Который представлен в России. Ребят. Жду вас внизу в комментариях. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. У нас еще будет видео из Китая. Интересные. А я с вами прощаюсь. Пока. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.